Это проект Место Преушествия на Первом Городском Канале в Кирове. Эксклюзив, неподдельные эмоции, то к чему нельзя быть равнодушным. В студии Сергей Пичугин. Здравствуйте. Вначале коротко о самом важном. Вы на какой сигнал все тупого поворачивали? Не заметил встречную иномарку. На улице Мельничной в аварии пострадал пассажир Кеа. С какой же скоростью он мчал. В поселке Оричи водитель ВАЗа 12 модели насмерть сбил пешехода. Похитили и увезли в Чебоксары юношей. Полиция задержала двух яраничей по подозрению в похищении людей. По чем брали? 70 тысяч. Ничего себе. Даже после такого сохранял оптимизм. Коль, получится разве самому уехать? Едет еще как. Это же Жигулик. На улице Ленина водитель Киареу собрал на одном месте четыре автомобиля. Пострадала пассажирка авто. Хотел проскочить на мигающий зеленый. На Слободском тракте произошло лобовое столкновение. В ДТП на улице Мельничной пострадал пассажир автомобиля Киа. ДТП произошло дождливым вечером. По предварительным данным водитель Гранты поворачивал налево и не заметил встречную иномарку. С участниками ДТП пообщался мой коллега Павел Москвин. Вы на какой сигнал все-таки поворачивали? Водитель Гранты Антон слегка растерян. После столкновения его автомобиль уехал в противоположном направлении. Залетел на тротуар и едва не врезался в кирпичную стену. А вот иномарка Киа осталась на перекрестке. На заднем сидении автомобиля сидел кровавый пассажир. Пострадавший есть, да? Да, в машине. Просто течет солба. По словам водителя Киа Рамиля, он ехал прямо по улице Мельничной от улицы Комсомольской. Перекресток с улицей Деповской он проезжал на зеленый сигнал. Он на поворот шел. На встречу и поворачивал. Вы на какой сигнал все-таки поворачивали? На зеленый? На зеленый. Видите регистратор есть? Нет, регистратор нет. Я видел. Вы ехали, знали ли где? Я здесь стоял, на красном. Впоследствии свою вину водитель Грант и Антон признал, когда поворачивал с улицы Мельничной на Деповскую, не заметил встречную иномарку. Потеряпились? Я как-то не увидел его. Я увидел газель. То, что газель, откуда там стояла, газель налево. Я посмотрел, как бы то, что меня пропускают, все, я как поехал. В этот момент произошел удар. Раненому пассажиру в итоге вызвали скорую помощь. 38-летний мужчина, который ехал на заднем сидении, разбил нос. Сергей Пичугин, Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия. Ну а теперь к ДТП с трагичным исходом. В поселке Оричи водитель ВАЗа 12-й модели насмерть сбил пешехода. Детали этой и других аварий за минувшие выходные в нашем ежедневном обзоре. ДТП произошло 17 октября в 17 часов 40 минут на улице Карла Маркса в поселке Оричи. По предварительным данным, 67-летний пешеход вышел на дорогу, и его сбил 27-летний водитель 12-й модели ВАЗа. От удара у Лады разбилось ветровое стекло. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще одно ДТП произошло в Кирово-Чепецком районе. По предварительным данным, 39-летний водитель Волги Сайбер не справился с управлением. Машина выехала за пределы дороги и протаранила дорожный знак. Рулевой авто погиб. В причинах аварии сейчас разбираются следователи. А теперь ДТП в поселке Демьянова-Подосиновского района. По предварительным данным, 33-летний водитель Черри также не смог удержать машину на дороге. Она съехала в Кювет и получила серьезные повреждения. Без пострадавших не обошлось. Травмы получили водитель и 43-летняя пассажирка. Медики оказали им помощь. А теперь ДТП в Кирове на перекрестке улиц Подгорный и Свердлова. 17 октября около 22.20 столкнулись три автомобиля. Hyundai Accent, автомобиль такси марки Renault Logan и Mazda. Травмировались трое. Это 23-летний водитель Accent и две пассажирки Логана. 42 и 49 лет. На место ДТП вызвали бригаду скорой помощи. Сергей Пичугин. Место происшествия. 90-е вернулись в город Яранск. Там двое жителей похитили молодых людей 17 и 18 лет. Потерпевших сначала силой переместили в подвал дома, а затем перевезли в Чебоксары. Больше информации об этом громком деле в рубрике «Сводка». Это кадры задержания одного из подозреваемых. Подозреваемых, как выяснилось, житель Яранской и четверо его друзей похитили и лишили свободы двух молодых людей 17 и 18 лет. Сначала потерпевших держали в заперти в Яранске, потом перевезли в Чебоксары. Полиция задержала двух подозреваемых из пяти. Это юноши 15 и 18 лет. Решается вопрос об избрании в отношении них меропресечения. Совместно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание иных лиц, вероятно, причастных к совершению данного преступления. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы совершенного деяния. Владельцы убитого авто ищут автоледи, которая в поселке Порошино устроила ДТП. Затем женщина попыталась скрыться с места аварии. У нее это получалось плохо, и в этом ей помог очевидец. Полиция разыскивает еще одного водителя, который скрылся с места ДТП на Октябрьском проспекте. По предварительным данным, возле 96-го дома неустановленный лихач наехал на пешехода. Мужчина получил травмы, а водитель уехал. Очевидцев просят сообщить информацию по телефону 588-935. Возле 58-го дома по улице Лепси мужчина поднял вверх шлагбаум. Это не понравилось жильцам. Они задержали подозреваемого и его спутницу. Вы тоже с ним были, да? Жильцы вызвали полицию и показали, кем они недовольны и почему. Сергей Пичугин, место происшествия. Впереди короткая пауза, она пройдет быстро. Не переключайтесь. А чем брали? 70 тысяч. Ничего себе. Даже после такого сохранял оптимизм. Коль, получится разве самому уехать? Едет? Еще как. Это же Жигулик. На улице Ленина водитель Киарео собрал на одном месте 4 автомобиля. Пострадала пассажирка авто. Хотел проскочить на мигающий зеленый. На Слободском тракте произошло лобовое столкновение. Вылетел из-под встречного грузовика. Неопознанный летающий объект повредил машину с камерой на загородной трассе. Это проект «Место происшествия» на первом городском канале в Кирове. И мы продолжаем эфир. Пять битых автомобилей и пострадавший человек. Таков итог массового ДТП на улице Ленина. Водитель Киарео не вовремя решил перестроиться, и машины столкнулись по цепочке. Кадры с места аварии и интервью с участниками смотрите в следующем сюжете. На месте ДТП пять битых машин. В левом ряду четыре авто. Еще одна машина в момент удара находилась справа. По словам водителя Киарео Романа, который собрал столько автомобилей в одном месте, он ехал по левому ряду и не превышал скорость. Мы ехали по левой полосе. Получается, машины здесь стояли. Хотел бы перестроиться направо. Тут ехал сюда и снялись. И я как бы не перестроился бы. Я начал тормозить. Начал на самом деле скользить по дороге. И ехал в шестерку. Попутную шестерку после столкновения с Рио развернула. Она врезалась в белый Hyundai Solaris, а потом и в Peugeot. Водитель черного хэтчбека в шоке. Я стоял и в меня приехали. А как ты повезешь? Удар и все. Все стоили. Водителю Гетца Сергею отчасти повезло. Шестерка, которая после удара вращалась как волчок, задела не его машину. Но совсем без повреждений не получилось. Сзади врезалась Киа. Peugeot зацепила шестерку. Шестерку развернула через меня в него. В ДТП травмы получила пассажирка Киа Рео. Медики оказали им помощь. А так как это авария с пострадавшими, все участники прошли экспертизу на алкоголь. Результат у всех отрицательный. Водитель шестерки рассказал о том, что будет ДТП. Он понял заранее. Вижу в этом зеркале, потому что тут машина. В зеркале, да, видел? В зеркале, да. Все, понимаю, что сейчас будет авария. На пассажирском сидении ехал собственник шестерки Николай. По словам молодого человека, восстанавливать авто теперь нет смысла. Считаешь, что это Тотал, да? Ну, да. А машина ваша, да, личная? Да. По чем брали? 70 тысяч. Ничего себе. Нет, в 2018 году. Несмотря на тотальные повреждения, Николай был уверен, что машина уедет своим ходом. Надо лишь немного поднять ее домкратом и чуть-чуть отогнуть кузов ломом. Его друзья сомневались в такой затее. Вы что, своим ходом хотите уехать, что ли? Да. Все участники ДТП поехали оформлять происшествие в ГИБДД. Водители выдохнули, узнав, что у вероятного виновника аварии есть страховка. Сергей Пичугин, место происшествия. На Слободском тракте произошло лобовое столкновение. Гранта врезалась в девятку. Мужчина на гранте ехал прямо, как вдруг на его пути внезапно появилась лада. Момент ДТП в рубрике «Видеорегистратор» разберет Михаил Вагин. На Слободском тракте у старого моста водитель девятки пытался проскочить перекресток налево на мигающий зеленый сигнал светофора и спровоцировал массовое ДТП. В итоге столкнулись три автомобиля. Это Гранта, девятка и кроссовер Митсубиси. По данным ГИБДД, в аварии никто серьезно не пострадал. Неопознанный летающий объект повредил машину с камерой на загородной трассе. Он вылетел из-под встречного грузовика. Без сигнала поворота перестроился налево таксист на улице Карла Маркса. Нарушитель Накия явно не убедился в безопасности маневра. На Комсомольской площади водитель Паджеро не заметил машину с регистратором и выехал с Октябрьского проспекта. На улице Воровского находчивый водитель Рено нашел лазейку в густом ряду ограждений и успешно повернул налево. Сначала выехал через двойную сплошную линию разметки, а потом начал воспитывать владельца регистратора, нарушитель на мотоцикле. Он не давал себя опередить и подрезал автомобиль с камерой, а потом показательно развернулся и снова подрезал. После этих опасных маневров воспитатель успокоился и продолжил путь. Сергей Пичугин, Михаил Вагин. Место происшествия. Ну а теперь традиционная рубрика «Без происшествий». Слово Илье Кошкину. Всем привет! Меня зовут Илья Кошкин. Это рубрика «Без происшествий». Сегодня разберем тему. Нужна ли промывка двигателя при замене масла в автомобиле или это бессмысленная трата денег? Промывка двигателя нужна для очистки деталей двигателя от нагара, шлама, лака и продуктов износа двигателя. Существуют такие водители, которые очень редко меняют масло или вовсе забывают про эту операцию. И из-за этого ваш двигатель может остановиться в любой момент. А стоимость его замены начинается от 10 тысяч рублей, и это только за работу. Плюс необходимо купить сам двигатель, а это минимум 50 тысяч рублей. Я обычно меняю масло раз в 10 тысяч километров. Пробег подходит к своей отметке, а это значит, пора ехать на замену. Вот и наш герой Сергей приехал на замену масла и рассказал про свой опыт использования промывки двигателя. Самый эффект от того, что я промывал двигатель, я видел. То есть, когда сольешь масло, заливаешь чистую промывку, 5 минут 10 гоняешь машину, двигатель, сливаешь промывочное масло, оно явно черное. То есть, оно не такое вязкое, но оно черное. Обратившись к специалистам, мы выяснили, что промывок двигателя бывает несколько видов, и одна из них – это 5-минутка. Простая промывка, которая самая быстрая, заливается в моторное масло старое, которое в двигателе находится. Двигатель работает на холостом ходу, и затем это масло сливается. Соответственно, потом уже заливаем свежее масло и ездим дальше. Существует еще промывка маслом синтетическая. Это будет у нас… Сливаем старое масло, заливаем промывочное масло. Также двигатель работает 10-15 минут на промывочном масле и затем сливается. Еще существуют промывки, мягкие промывки. Они заливаются в моторное масло, и на нем можно эксплуатировать автомобиль до 200 км в щадящем режиме. Ну что, со своим выбором я определился. Это 5-минутная промывка. Быстро и качественно. Оставляю свой автомобиль в автосервисе примерно на 2 часа. Такое время необходимо, чтобы старое масло и примеси вытекли, так как именно из-за них вы можете встать посреди дороги со сломанным двигателем. Меня зовут Илья Кошкин. Это рубрика «Без происшествий». Подобрать качественную промывку двигателя и заменить масло вы можете в компании «Автомайо». В широком ассортименте собственная торговая марка «Автомайо» специализированный автосервис. Запишись на замену масла уже сейчас. Адреса магазинов «Автомайо» вы видите на экране. И на сегодня это все. Отправить ваше видео с комментарием запросто. Сделать это можно через любой из мессенджеров. Телефон редакции остался тот же. Он перед вами на экране. Запишите его и помогите улучшить, а также разнообразить наш проект. Короткие ролики смотрите в Инстаграме «Место происшествия», а целый выпуск на YouTube-канале Первого городского. В студии был Сергей Пичугин. До новых встреч!